В этом видео я хочу рассказать вам, как убегать от призрака в фосмофобии, и что делать, если вдруг неожиданно началась охота. Но давайте начнем с самого начала. Вот вы заходите в дом. Первым делом, ну, желательно, как только у вас появится свободная минутка, проверьте места, в которых вы можете прятаться. Просто это у вас отложится в памяти, и потом, когда вы будете исследовать там комнату призрака, получать улики, и если что, вы, по крайней мере, знаете, куда вы можете бежать. Я, конечно, разберу попозже и ситуации, если вдруг негде прятаться, где можно убегать, как можно убегать. Попытаюсь даже обыграть какие-нибудь безвыходные ситуации, и сам попытаюсь их пережить. Ну, и, естественно, на практике сейчас у меня недружелюбный призрак стоит, то есть сейчас он вполне себе может на меня начать охоту. Итак, давайте про охоту как раз-таки поговорим немножко. В игре, помимо того, что много очень призраков можно отличить по охоте, я сейчас про их обилки специально не буду говорить, Я сейчас хочу сказать про скорость призраков и про то, кто как рано может начинать охоту. Итак, естественно, самый опасный это демон. Демон может начать охоту с 75% рассудка. При этом у него есть способность, при которой он может хоть со 100% рассудка, просто если захочет, начать охоту. То есть буквально, как только вы войдете в дом, он может начать охоту. Конечно, вероятность того, что вам попадется демон 1 в 24, то есть, потому что 24 призрака, плюс то, что он решит заюзать свою обилку, то есть я играю около тысячи... ой, около 150 плюс часов в эту игру. Мне много раз попадался демон, но встречал я его вот эту вот способность, когда он выше 80% может начать охоту всего лишь пару раз. Тае может начать охоту с 75% рассудка, если только не успеет постареть. Тае стареет, когда вы находитесь рядом с ним, либо в его комнате любимой. Райдю, если рядом электроника есть, то есть вы, например, вот ходите там с ЭМП, он может вполне себе начать охоту, если вы рядом. Тоже с 75% рассудка. Тень и Диоген начинают ниже всех, и Мара, если включен свет, Мара и Диоген начинают с 40%, но если вы в темноте, то Мара с 60%, тень только с 35%. Также у Банши есть способность, вроде бы ее не убрали еще, она может тоже начать при желании, но это, ну, это еще реже, чем у демона, и поэтому, ну, не стоит настолько бояться, что в самом начале игры обязательно нужно брать с собой благовоние там и все такое. Ну и есть такие призраки, как Йокай, если вы рядом будете много говорить, тоже захочет, начнет охоту. Анрё, который, если рядом задует свечку три раза, то начнет охоту. Мимик, естественно, кого угодно из этих может скопировать. Ну и так просто к слову, например, Джин, Юрей и Они очень сильно, и также, ну, Марой, по сути, очень сильно могут просадить вам рассудок, и это может вам показаться, что ранняя охота. Но Джин обсаживает рассудок своей способностью, он ее может использовать и просто обсадить вам рассудок, ну, достаточно сильно. Вот, его можно таким образом перепутать с, например, Мороем Юрей, если использовать свою способность закрыть полностью открытую дверь. Ну и, в общем-то, вот такие пироги. Ладно, все, хватит про рассудок говорить, потому что это видео все-таки про охоту, про то, как убегать от призрака. Итак, как работает вообще, вот, в принципе, догонялки в этой игре? Смотрите, если вам есть куда бежать, вот призрак, когда начинает охоту, есть безопасный период. Даже на кошмаре он есть, он длится две секунды. Призрак в этот безопасный период, так скажем, материализуется. То есть вы слышите его шепот где-то рядом, поблизости. И, в общем-то, по поводу того, как отличать гост-эвент от охоты, я рассказывать, ну, сейчас не буду, потому что это долго и много всяких факторов. Но, я так скажу, ну, не надо, во-первых, выпендриваться тем, что вы там умеете определять гост-эвенты, отличать от охоты. В каждой игре это, во-первых, по-разному происходит, да, потому что у каждого призрака в каждой игре свой звук во время охоты. В основном по звуку, потому что можно определять. Вот. Ну и плюс ко всему, лучше всегда лишний раз испугаться и убежать, нежели стать такой, да, это 100% гост-эвент, а потом окажется, что не гост-эвент. Мало ли. Итак, у вас есть две секунды. Вы слышите, как призрак начинает охоту. Он материализуется, скажем, он появляется где-нибудь вот здесь. Это будет достаточно хорошо. Мы знаем, что у меня шкафчик вон там доступен. Я его, ну, изначально проверил. Ну и, соответственно, пока призрак материализуется, я сразу выключаю электронику, просто бегу в этот шкафчик. Если призрак материализуется, например, вот здесь. И, то есть, когда я убегаю, что я выключил? Главное выключить электронику, когда забегаете за угол. Вот. То есть, каким образом я должен от него оторваться? Вот здесь он меня увидел. Я стоял вот прямо в этом месте, где вот у меня курсор, да? Тут он меня последний раз увидел. Если это не ревенант, который просто моментально досюда добежит. В таком случае, то есть, если это не ревенант, ну, там, не Тае, и, в общем-то, вот. Я забегаю за этот угол. Здесь он меня последний раз видел. И, соответственно, призрак идет всегда в ту точку, где он последний раз видел свою жертву. За исключением только, если это банши. Потому что банши, если вы играете в мультиплеере, будет преследовать свою жертву. Вот. И, то есть, скажем, тут может даже игрок стоять. Вот. И, в общем-то, банши все равно может мимо пройти. Но в банши заходить не стоит все равно, потому что она вас и так убьет. То есть, если вы случайно до нее дотронетесь. Главное это обходить ее стороной просто. Если это банши, если вы знаете, что вы не ее цель главная. Ну и, грубо говоря, такое правило. Два угла. Два раза пресечь линию видимости с призраком. То есть, первый раз я скрылся здесь. Вот тут последняя информация, которая имеет призрак о моем местонахождении. Второй раз я скрываюсь за этим углом и все, захожу в шкафчик. Вот. Потому что, если призрак, например, будет вот здесь и увидит в этот момент, как я захожу в шкафчик, то, естественно, он знает, что я в шкафчике. Вот. Поэтому перед укрытием, если вот призрак здесь заспавнился, не нужно сразу забегать в шкафчик. Только если вы играете на очень низком уровне сложности, и тогда безопасный период там, ну, дольше, чем 2 секунды. В принципе, вы за эти, там, 3 или 4 секунды успеете забежать, если выключите все, электронику свою. Ну, соответственно, если призрак здесь заспавнился, то, ну, и, в общем-то, вы не успеете вот сюда вот забежать в шкафчик, то советую, ну, либо здесь есть несколько вариантов. Либо можете побежать сюда, но это очень рискованно. Здесь особо негде пряться. Единственное, по сути, место, можно вот тут попробовать просто присесть, там, не знаю, закрыть дверь, и все. Вот. Но это небезопасно. Советую лучше, в общем-то, вам всегда, во-первых, когда вы уже понимаете, что призрак, скорее всего, может начать охоту. Ну, в основном, если вы в игре уже минут 5 где-то. Вот. Скорее всего, у вас, возможно, рассудок уже обсадился. И советую на всякий просто принести благовоние в дом. Хотя бы там положить где-нибудь рядом. Вот. Или всегда держать при себе и, наоборот, выкинуть фонарик. И в третьем слоте уже подбирать предметы для улик, которыми проверяете, там, температуру, с радиоприемником ходите. Вот. И всегда иметь при себе благовоние. Ну, и плюс ко всему, не бегайте просто так попусту. То есть, вот, ходите шагом, когда вы в комнате призрака. Потому что, если начнется охота, и у вас персонаж выдохся, то вот, бамс, призрак вот сейчас собирается охоту, а я отдышаться еще нужно мне, да. И, то есть, я не успею, естественно, убежать. Но, вот, в данном случае, например, два, ну, правила вот этих вот двух укрытий, двух углов. Это вот сюда побежал бы я просто и вот сюда в этот шкафчик спрятался, если это возможно. Либо, если невозможно, я бы спрятался здесь в детской. Хотя, если тут нет укрытия и вы, ну, то сюда не советую. Здесь призрак очень часто вас может найти. В общем-то, еще укрытие есть, как минимум, вот здесь. Но оно здесь тоже недоступно. Но, в крайнем случае, вы можете вот так вот себя дверями шкафчика зажать, и вас призрак не увидит. Вот. Ну, и на многих картах можно подобным образом делать. То есть, скажем, если бы вот здесь вот была стена, просто здесь, вот, конкретно в данном случае, тут занавеска, из-за которой я не могу вот сюда прямо прижаться к углу. Но можно было бы вот так вот себя прикрыть, вот этой дверькой, да, полностью. И это тоже, ну, в принципе, безопасно прокатывать. Особенно, если вы спускаетесь в какие-то вот, например, подвалы. И здесь, допустим, не было бы вот этого укрытия, да, то есть, вот это вот тоже считается за укрытие. Имейте при себе всегда благовоние, когда ходите в такие опасные места. То есть, зачем вам сюда можно было бы ходить? Например, вы ищите кость, возьмите с собой благовоние. Например, вы у доски хотите что-то спросить. Либо вынесите ее в безопасное место, либо вот возьмите благовоние. Или щиток, например, электрический здесь. То есть, потому что, если призрак сюда спустится, а в подвал конкретно на этой карте он ходит достаточно часто, И, в общем-то, если он у вас здесь спустится, то куда вы тут не становитесь, вам кирдык. Только если, ну, охота успеет вдруг закончиться. Но это нужно быть счастливым, как бы. Итак, теперь предположим, что вам негде прятаться. Здесь, на самом деле, тоже есть место, где можно спрятаться. Но, допустим, вы, не знаю, вот тут вот можете вы спрятаться, если что. Но, допустим, вы хотите там поубегать, я не знаю, или что-то еще. В гараже, в принципе, тоже есть место, где спрятаться. Но, к примеру, призрак вас все-таки увидел и идет за вами. Что вам нужно делать в таком случае? Каким образом убегать? Если вы понимаете, что у вас, ну, вот вы, допустим, скажем, вот здесь стоите, да? Призрак вот здесь вас увидел, и вы понимаете, что вам спринта не хватит. Даже если вы его заманите сюда, быстро на спринте оббежите вот так и побежите в шкафчик. Вам, ну, хотя в данном случае спринта хватит, но, не знаю, предположим, что вот этот шкафчик закрыт. Короче, вот, да и плюс новичок так быстро навряд ли сообразит. Как, так скажем, лупить призрака? От слова английского лупинг или луп, типа. Вокруг какого-то определенного укрытия, скажем так, да? Вокруг чего-то бегать от него просто. Вот. Значит, в данном случае на кухне это, в принципе, достаточно опасно. Новичкам будет сложно, но главное правило это присядьте. Потому что призрак в осмофобии, когда держит, ну, когда смотрит на вас, когда он видит вас, видит он на 360 градусов, но не сквозь стены. То есть, если между вами нет никакого препятствия, то есть, в данном случае, если присяду, препятствие появится визуально. Если нету его, то призрак будет ускоряться. Любой, за исключением Ханту и Тае. Вот. Ну, плюс там еще, допустим, Райдю будет ускоряться, если вы фонарик включите. Вот. Ну, опять-таки, это видео не про обилки. Поэтому лучше присядьте и старайтесь, в общем, каким образом? Поскольку призрак мерцает, да, и, казалось бы, ну, вот как от него убегать, если он постоянно мерцает, его постоянно не видно. Старайтесь на слух определять и держать курсор примерно в том месте, где вы последний раз слышали его шаги. Ну, или последний раз видели его модельку. Таким образом, то есть, давай я вот начну охоту. Надеюсь, я сейчас не умру, но попробую на кухне поубегать от него. Не знаю, кто это, кстати, у него минусовая, но, надеюсь, не кто-то супер бешеный. Так, короче, погнали. Будет ли это супер кто-то бешеный? Так. Либо это... Иди сюда, я тут, иди ко мне. Так, вот он поднимается. И, в общем-то, это быстрый призрак? Окей. Я благопонятно, потому что он супер быстрый. Я убегаю нафиг в гараж. Вокруг машины намного удобнее лупить, потому что здесь вы можете даже стоя. Ну, единственное, что сложно, когда призрак вот такой ползучий. Тогда его не видно. Но и здесь его было не видно. Ладно, поскольку он... Да, это ханту наверняка. Плюс он не ускорялся, то есть, в принципе, от него здесь можно бегать, ну, на кухне бегать даже не приседая. Точно так же, как от Тае, потому что это два призрака, которые не ускоряются. Либо это Марой был. Давайте я вот, чтобы мне было немножко проще, убегаю от него, постараюсь в гараже. Блядь. Правда, немножко я не ожидал, что вот это сейчас произойдет. Так. Вот держите прицел. Все. Сейчас я более-менее тут это, так скажем, контроль почувствую над призраком, а то пока что происходит дичь неожиданная для меня. Нет, он ускоряется. Это Марой, скорее всего. Держите прицел в том месте, где видите призрака, всегда имейте при себе благовоние лишнее. Окей. Мне кажется, кирдык. То есть, вот, вы слышите то, что он немножко... Мне за голосом своим сложнее чувствовать это. Но вы слышите, что он немножко левее прицела вашего, да, идет. То есть, вы держите камеру в центре, да, своего лупа. Вот, и там, где примерно слышите шаги. И вот как бы таким образом, ну, поскольку наушники работают, да, есть правое ухо, есть левое ухо. Ну, если на колонках, то желательно хотя бы две тогда колонки иметь. Вот, то есть, вы слышите, соответственно, шаги стали чуть левее, значит, он меня слева обходит. Ага, на автомате вы, ну, как бы бежите вправо. Ну, то есть, тут рефлекторная память у вас, она очень быстро отработается. То есть, буквально пару раз там поумирать. И все. Ну, а чтобы пару раз потренироваться, если вы хотите научиться это делать, да, можете просто отключить потерю предметов. Я даже сейчас играю без потери предметов. Вот. Ну, потому что сейчас опасненько немножко. Также, я, в общем-то, вот что советую. Если вы убегаете от призрака вокруг машины, и вы, ну, понимаете, что вы не сильно это хорошо делаете, то вот старайтесь его залупить, так сказать, вот до этого места. Блин, я сейчас зря заблаговонял, охота уже успела закончиться. Ну, в общем, вот здесь заблаговонять, как я и сделал, это перекроет призраку проход вот сюда. Ну, в крайнем случае, он может случайно пройти, да, через вот это и благовония сработать, когда он по эту сторону будет. Вот. Поэтому я всегда советую, когда вы благовоние используете, держите его в руках, пока не укроетесь. Потому что не кидайте на пол. Ну, как бы, не знаю. Некоторые пишут, что стоит кидать на пол, но по моему личному опыту, ну, у меня это всегда практически не срабатывало. Ну, то есть, практически каждый раз, это просто, практически каждый раз я, когда благовоние благовоняю, кидаю на пол, призрак перешагивает через него, и, наоборот, благовоние его пихает в сторону меня. И, то есть, из-за этого получается, что он идет дальше по моим стопам. Хотя, если бы я держал благовоние в руках, даже если он чуть-чуть пройдет, хотя бы, ну, оно, то есть, тиками такими определенными срабатывает. Раз в три секунды, пока оно догорает, или где-то раз в две секунды, то есть, или раз в секунду. Ну, в общем-то, то есть, оно сработает. Вот я его зажег, оно сработает здесь, потом здесь, потом здесь. Ну, то есть, пока я бегу в разных местах. И, если получится так, что здесь оно, например, в самом начале не активируется и не заблаговоняет призрака, то, ну, точнее, оттолкнет его, как бы, в другую сторону, то, хотя бы здесь, здесь, оно его отпугнет. Ну, и плюс ко всему, призрак вас не может, никак дотронуться до вас не может, вот, пока вы, ну, благовоняете его. Так что, советую держать его в руках, таким образом вы можете хоть сквозь него проходить. Давай вот сейчас он, вроде бы, медленнее немножко стал, и это, вроде бы, все-таки, да, это морой. То есть, вот таким образом вы здесь, и я, на самом-то деле, вот, то есть, можно таким образом вообще сделать так, что призрак убежит от вас. Короче, но старайтесь, главное самое, это держать прицел в центре. Он снова меня потерял, что? Хотя я сейчас очень-очень плохо делаю, потому что нужно прижиматься к стенке, вот так, но поскольку он такой быстрый, мне сложно прижиматься к стенке, и, в общем-то, потому что тогда я просто его не вижу, и плохо слышу из-за того, что, как бы, разговариваю с вами. Пора, походу, юзать благовоняя, да? Да. Бамс. Так. И, короче, старайтесь, сейчас вот, все, охота закончилась. Старайтесь спринт-шифт, то есть, вот, ускорение ваше, использовать на длинных дистанциях вашего лупа. То есть, скажем, не вот здесь вот спринтануть резко, ну, только в край, в случае крайней необходимости, а вот тут вот пройти обычным шагом, а вот здесь уже шифтануть, если, ну, призрак, вы видите, что обходит, то есть, он обходит, обходит, примерно он здесь, вы шифтуете, все, и снова держите его в центре лупа, чтобы он был, как бы, прям, прямо пропорционно, паралепипедичный, блядь. Ладно, не умею я в этого, вот это вот, поэтому вы поняли меня, в общем-то, вот. Да, кстати, это морой был, это записи в блокноте, то есть, вот так. Ну, и давай немножко про, как бы, скорость. Да, и, кстати, если у вас доступны здесь шкафчики, то, когда вы бегаете от призрака, советую вот как еще, если вы в гараже тоже бегаете вокруг машины, вот здесь приседать, потому что, смотри, ну, капот, он, как бы, ниже, чем крыша, и, то есть, здесь призрак, вы, как бы, у него в зоне видимости, вот, поэтому советую прибегать. Мне, кстати, походу, кирдык сейчас будет. Я сконцентрируюсь, с вашего позволения, я выдохся. Так, чисто на слух, блядь. В общем, советую вот как. Вот здесь вот выбегать, и вот тут уже в шкафчик прятаться, потому что, если вы обходите со стороны капота, то, поскольку капот низкий, призрак, соответственно, вероятность больше, что он вас увидит. И плюс, если он с того именно ракурса ко мне подойдет, то есть, смотри, если он меня увидит, я сейчас пожертвую собой, наверное, то вот так вот он может легко очень открыть вот этот шкафчик и убить меня, как бы, да. А с этого ракурса, ну, как бы, поскольку дверька, дверка шкафчика открыта, да, потому что, как я и сказал в самом начале, всегда старайтесь оставлять ее открытой, чтобы знать, что вы там можете спрятаться, ну, и быстро забежать. То есть, она прерывает, видишь, вот тут вот зону видимости с призраком. Как только я за дверку забегаю, не обязательно прямо до самого шкафчика внутрь зайти. Вот, и закрыть успеть. Вот такие вот, в общем-то, пироги. Ну, что ж, спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, это видео было полезным. Я постарался его сделать, ну, короче, чем все мои другие гайды. Постарался меньше бубнеть. А, ну, и, да, нет, все-таки не все по поводу скорости, хочу сказать. О, боже, опять загружусь в карту, потому что невозможно объяснять вот так. Если у вас, на самом деле, какой-нибудь быстрый призрак, и, скажем, вы в безвыходном положении, и у вас, ну, то есть, у вас есть выбор бежать на долинный луг, то есть, скажем, вот, ну, скажем, вот здесь, вам некуда прятаться, да, допустим. У вас есть выбор бежать либо на кухню, либо к машине. И у вас, допустим, ревенант. Советую бежать лучше на как можно более короткий луп. Почему? Потому что у длинных призраков скорость работает в осмофобии каким образом? Они, ой, у длинных призраков, тьфу ты, у быстрых, или я так и сказал. Ну, короче, они ускоряются, и чтобы повернуться, им нужно притормозить. И, то есть, из-за этого они очень часто, так скажем, перегазовывают. Вот, то есть, обычный призрак, если он бы вот так вот обошел спокойно, вот так тоже прижавшись, как бы, к краю, то ревенант какой-нибудь, он настолько ускорится, что он врежется в стену, потом повернется и вот так вот будет бегать только. Понимаешь? То есть, вот. Поэтому, на самом деле, ну, если вы видели этот видос, где чел ревенанта на 150% скорости вот вокруг вот этого столика от него лупил. Кстати, интересно попробовать, смог ли я. Ну, вряд ли. Я в лупинге не очень хорош. Я просто шарю, как это делается более-менее. Приветики. Это какой-то, судя по всему... Блядь. Я и трех секунд не продержался. Ну, вокруг столько. Не знаю, кто это. Близнецы, наверное, это медленно близнец был. В общем, да. И теперь про скорость призраков. Значит, во-первых, кто это был? Это был мюлинг. Окей, это был мюлинг, который тихий. Я сейчас чисто про скорость буду говорить. Джин ускоряется, если электричество включено, и вы на прямой линии с этим призраком. Именно на прямой. То есть не просто он вас видит, и между вами препятствие, а именно на прямой линии без препятствий. И вдалеке он ускоряется, постепенно замедляется, когда прибегает ближе к вам. Если электричество в доме включено. Именно электричество. Не просто лампочки, свет, а именно электрощиток. Вот, Ревенант, медленный-медленный, если вас увидит, тут уже даже с препятствием, даже если вы просто фонарик включите или поговорите в голосовой чат, он бежит с бешеной скоростью, самый быстрый, наверное, призрак, даже быстрее вроде как Тае, в самой молодости своей, в расцвете сил, вот, в общем, очень быстро бежит на то место, где последняя информация о вас у него есть. Ханту быстрый очень в минусовой температуре, не ускоряется, и медленный, естественно, в плюсовой, поэтому старайтесь включать щиток, и это плюс призрак, который... Джин и Ханту это два призрака, у которых какое-то взаимодействие со щитком прописано в плане их поведения. Ханту прописано больше, чаще выключать свет в игре, Джину прописано никогда не выключать свет в игре, электрический щиток, да, свет просто... не рубильник, а этот, свет просто лампочки, он может выключить, ну и плюс пробки может вышибить, так что вот, не путайте. Райдю ускоряется, когда рядом электроника, поэтому если вы хотите проверить на Райдю, как я часто делаю тест на Райдю, выкидываю просто фонарик, я, ну, если вы смотрели мои видосы, могли заметить, я его стараюсь выкидывать за пределами комнаты, в которой, если что, я буду убегать. Потому что, если вдруг окажется, что это Райдю, ну, только в крайних случаях, если мне нужно очень быстро, там, в видосах, где я за одну охоту пытаюсь определить призрака или типа того, я выкидываю фонарик на земле, где, ну, где попало просто, в ближайшем месте, чтобы время лишнее не тратить. Но так, советую за пределами комнаты, потому что, если призрак зайдет в вашу комнату, и это окажется Райдю, и у вас электроприборы там, вы решили именно в этой комнате тест делать, то вам гораздо сложнее, естественно, от него убегать будет, потому что он ускоряется. Морой ускоряется, чем ниже ваш рассудок, и, соответственно, он очень медленный, вот, когда у вас рассудок, как бы, ну, нормальный. Близнецы, один близнец быстрее чуть-чуть, чем нормальная скорость призрака, второй близнец чуть-чуть медленнее. Тае тоже не ускоряется, как и Ханту во время охоты, но Тае стареет, и в самом начале игры он очень-очень быстрый. Самый быстрый из всех, за исключением, наверное, Ревенанта, но Ревенант только в том случае быстрый, если он вас видит, вот. Поэтому Тае очень тоже опасный, очень быстрый в самом начале, но постепенно замедляется, потому что постепенно стареет, вот. И когда он постареет, он будет намного медленнее, чем обычная скорость обычных призраков. Ну и, в принципе, Ханту тоже, если вы везде постоянно включаете в Доме свет, то, точнее, электрический щиток, то Ханту тоже будет достаточно медленным, только в своей комнате быстрым. Ну и Диоген, он всегда знает, где вы, поэтому, если вы слышите, что кто-то на бешеной скорости несется прямо к вам, а вы в укрытии при этом, и вы слышите, что у вас уже сердце начинает биться, да, то, что призрак как будто знает, где вы, вот, то, ну, и вы слышите, призрак где-то, ну, примерно подошел уже к вашему укрытию на метра четыре, и слышите, как он становится очень медленным, очень медленным, прям медленнее, чем вот я хожу с обычной скоростью. Вы бегайте из укрытия, желательно иметь при себе благовонию, и все, и спокойно уходите от него, потому что это Диоген. Диоген очень быстрый, всегда знает, где вы, но когда он на радиус примерно трех или четырех метров к вам подходит, он становится мега медленным. Вот, это, впрочем-то, все, что связано со скоростью призраков, да. Мюллинг тише во время охоты, Йокай глупенький чуть-чуть, радиус, через который он ловит электронику и слышит вас гораздо меньше, чем у обычных призраков, то есть у него два метра что-то вроде того. То есть, грубо говоря, вы можете хоть в шкафу с включенным фонариком сидеть, ну, конечно, не советую в любом случае, но типа того. Вот, Полтергейт швыряется намного сильнее, Фантом мерцает намного меньше, Они мерцает намного чаще, ну, точнее, не мерцает, а появляется, вот, во время охоты, во время мерцаний. Ну, и, впрочем-то, Абака тоже у него есть способность, он может изменить свой, модельку своего призрака, вот, на другую. Ну, и, впрочем-то, это все вроде бы способности призраков. Мимик, понятное дело, кого угодно из них может скопировать. Вот, мимик, это мимик все-таки. А, ну, и с помощью благовония, да, если, тоже, если это для кого-то новость, всех призраков отключается возможность охоты, если вы его заблаговоняли на полторы минуты, у демона на 60 секунд, у духа на 3 минуты. Вот, если вы заблаговоняли призрака, комнату призрака, вот, то вот такой таймер у них в голове, у этих призраков запускается. Типа, вот, все могут полторы минуты, точнее, полторы минуты не могут охотиться, но за исключением проклятой охоты, вот. И дух 3 минуты целых, а демон только 60 секунд не могут охотиться. Вот такие пироги. Ну, и плюс у демона, в принципе, перерыв между охотами меньше. То есть, вот, закончилась одна охота, если не считать благовоний, да, просто закончилась. То точная цифра я не скажу, но у демона вроде на 5 секунд меньше этот период. То есть, все остальные могут через 25 секунд вроде бы или 30 начать охоту, а демон через 20 секунд или, соответственно, 25, вот. Ну, что-то примерно в этом роде, то есть, поэтому демон опасно достаточно. Вот такие пироги. Ну, в общем, про тень еще, да, можно сказать, потому что тень, как бы, не начинает охоту, когда вы с ней в комнате находитесь. Но, как бы, тень, ну, она чуть-чуть, это, в последних обновлениях что-то с ней не то. Короче, ее фиксят. Так что, ну, на момент выхода видео, если вы смотрите, то, ну, как бы, имейте в виду, что сейчас вообще любой практически призрак может быть тенью. Ну, по поведению чисто. Не по скорости в охоте, не по каким-то специальным способностям, а просто по поведению. То есть, тень может быть даже суперактивной. Единственное, что сейчас работает, это то, что она гост-эвенты не делает на 100% рассудка. Вот. Все остальное она пока что может вроде как. Ладно, все, теперь точно все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.